Как солнце всегда встает на востоке, несмотря на то, что летучей мыши хочется вечной ночи, так и рождаются великие непобедимые мастера, как грибы после Чернобыля, несмотря на то, что профи бойцам из-за нереального страха этого не хочется. Привет, прекрасные синички! С вами Федорович, а значит сегодня мы будем постигать непостижимое и учить неизученное, созерцая на прекрасных, как одинокий лотос на пруду, мастеров. А для того, чтобы в полной мере получить всю их силу и лучшие приемы, подпишитесь на канал, и тогда энергия Чи настигнет вас! В современном мире для настоящего самурая не осталось места, но истинный воин, как зеленая муха, везде находящая пропитание, всегда найдет чем заняться и где потренироваться. А вообще мужик молодец! Если мы так могли только в детстве, ломая палку побольше и бегая в деревне по оврагам, херача злостную крапиву с криками «Получай демонское отродье», то мужик, не обращая внимания на всяких качков и фитоняшек, решил доиграть в недоигранную игру Чапаи, уничтожая тренажеры и не успевшего убежать от лапки для жима билдера. Чем умнее враг, тем опаснее, а чем китайчий мастер, тем страшнее. Ведь даже черному жуку, побеждающему ворону, известно, что любой китаец – это уже мастер. И не важно, что он и как показывает, это по-любому кунг-фу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мудрый сначала выслушает, потом решит, а глупый сначала покажет, а потом будет думать, что за хрень он сделал. Но это, конечно, не про нашего великого мастера. Его движения грациозные и молниеносные, как и у великого чхарька. Я даже подозреваю, что этот китайский мастер кунг-фу брал у него видеоуроки. Но, конечно же, никакой заморский боец не сможет и близко приблизиться к невероятной технике нашего богатыря-чхарька. Но у себя в деревушке он учеников точно наберет. Ведь неведающие истины последуют за тем, кто ее копирует. Хороших друзей и сто мало, а коварного врага и одного много. Так и мастеров. Великих и легендарных много не бывает. А эти ребята именно такие. Простите меня, диванные бойцы, но мне не хватает вселенского осознания, чтобы понять ахинею, которая творится на этом видео. То ли это Вин Чун, то ли его более совершенная форма Ал Качун. Мастер как будто махается с собутыльником за последнюю кильку в банке, но одержав победу невероятным и молниеносным приемом, гордо уходит. А поверженный собутыльник еле стоит на ногах. А главное, непонятно от чего. Или от того, что хорошо посидели, или от суперэнерготолчка. Как осел, не понимающий прелести Сакуры после дождя, не каждый сможет понять всю силу, мощь и невероятную жесткость удара, который демонстрирует этот мастер. Вот теперь я еще один такой пример вам покажу. Значит, знаете, что мы видим? Я уплотняю, он упирается. Вот он упирается. А я вдохну, вдохну, вдохну. Все, это вот дверь. Одним. Вот я раз, гвозди. Придавил. Сейчас, подним. Вот. Итак, придавил, ему отходу, дырит, залил. Опа, так. И получается легко. Раз, два. Я понял механизм. Понял механизм, говорю. О, да это вот так. Прогресс, как и жизнь, не стоит на месте. Поэтому то, что раньше называлось «На лося», тоже обретает новые, мистические сверхсилы и преобразовывается в смертельный нокаутирующий удар. Я, конечно, не знаю, что нужно сделать противнику, чтобы применить этот удар в бою, разве что хитростью попросить гопника, который на вас наехал, показать фокус и пробить ему лося. Но вы наверняка уже придумали, как будете тренировать этот удар с кентом. Уж он-то точно своего лося получит. Собаку узнают по лаю, а мастера по приемам. Но этого великого сенсея вы будете узнавать в лицо даже на улице, когда поразитесь его невероятной техникой и приемами. Продолжение следует... Продолжение следует... Я так рекомендовал. Я так рекомендовал! Я делаю его нахватя, чтобы видеть, оставлять его, и я планирую. Продолжение следует... Сейчас я сделаю его нахвате. Я закрываю его дохватя. И я упал зарядок. Я думаю, так что я у меня закрываю. Глядя здесь. Ни один мастер не может обойтись без приемов от ножа, несмотря на то, что эта тема уже давно наглядно показана и доказана бесполезность захватов и смещений. Лучшие из лучших, как дятел, долбающий клювом дуб, продолжают показывать невероятные приемы с отмороженными противниками. Но наш мастер не зря считается лучшим. Он не только с легкостью защищается от атаки с ножом, он еще и подминает под себя всех противников, как петух-курицу. А главное, ему не важно, сколько их, один или тридцать, по итогу все будут лежать у него под сракой. Пишите в комментах, смогли бы вы одолеть хоть одного из этих мастеров, если бы у вас не было пива и пирожка с ливером. Или сразу бы сдались в плен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями в соцсетях. Также подписывайтесь на мой второй канал в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok